Слава меня Анна Андрисовна, новгородские гусли XII века с зоумовным орнаментом, западные европейские аналогии и возможный символический смысл. В экспозиции Новгородского музея-заповедника представлены вот такие гусли, датированные первой половиной XII века. У меня возображение великих лицевых столб, с выделенным калицем, который в оригинале был закрытой деревянной дощечкой, и поверх нее располагались струны. На окрёте изображение, которое любезно предоставил Новгородский музей, оборудованная сторона нашего гусли с граффити, к которому я обращусь позже. Известны некоторые количества новгородских гусли в моем исков времени, с резным оформлением окрылков. Окрылок – это вот эта вот часть завершения гусли. Это, например, знаменитые гусли Славиша, середина XI века. Своё условное название они получили по вырезанному одни слову. Или гусли с завершением окрёвкой формы голова птицы, рубежа XII-XIII веков из Гима. Или вот такая самая правая реконструкция на основании подлинных фрагментов гусли XIII века из музея музыки. Но те гусли, которым посвящен этот доклад, пожалуй, можно назвать самыми интересными в художественном смысле. Окрылок этих гуслей украшен декором, основными образительными элементами, которыми являются две звериные морды. У одной из которых изо рта растёт язык или отросток, закручивающееся петло и затем становящееся время следующего животного. Вот это первая морда, вот вторая, которая немного стёсана. И также две морды поцарапаны на плоской части окрылка. Их будет не очень хорошо видно, но вот и совсем любительское изображение воздействия. На поиск аналогий, пока я говорю про резной декор, в западной гуапейском материале меня натолкнуло вот такое изображение. Это реминограмма знаменитого музыкального инструмента из полиции Британского музея, цитоль XIV века, которая в XVI веке была переделана скрипку. Цитоль – это струннощепковый средневековый музыкальный инструмент, на котором являли рук пальцами, либо при помощи медиатора, как этот ангел. Изображение из права можно увидеть как цитоль из Британского музея, где сегодня, когда она уже является скрипкой, а на изображение слева – современную ли миниатюру Сабиума, играющую на аналогичной цитоле с заморным завершением рифа. Заморный декор является характерным украшением цитоли, но не только их. На представленной на этом слайде миниатюре XIV века можно увидеть два музыкального инструмента с подобным декором. Внизу уже знакомый аналог цитоли по верху арфа, в которой здесь играет цель Давид. В силу того, что просто традиции обычно именно куски являются тем струннощепковым музыкальным инструментом, который держит в руках цель Давид, но и исследование пошло по этому пути. Мне было интересно выяснить, во-первых, какой инструмент обычно изображается в руках цель Давид в западноевропейских средневековых миниатюрах, и, во-вторых, имеет ли этот инструмент заморный декор? Ситуация оказалась весьма любопытной. Два наиболее распространенных музыкальных инструмента цель Давид в западноевропейских миниатюрах – это вира и арфа. При том, согласно мнению, американская исследовательница Ролстен Рейдж, занимающаяся историей европейской арфы, если до восьмого и аппетита Давид держит исключительно вировидный музыкальный инструмент, условно говоря, виру, то с девятого и аппетита ее начинают замещать арфа. Стоит обозначить, что в данном случае является европейская вера, а что такое европейская арфа. Такого из этого инструмента в широком смысле существует в современном Древнем Востоке. И европейскую веру мы можем увидеть, например, в салтыре Спасиана, а также до нас дошли христианские фрагменты одного из таких музыкальных инструментов. Это знаменитая вера из-за хранения в Сан-Ху, эпохи Гендели, пробежа VI-XVII веков. Когда мы говорим о европейской арфе, в англоязычной литературе она также называется фейнгарм или рамочная арфа. Мы говорим об инструменте наподобие древневосточного арфа, но с добавленной с третьей стороны колонной, до чего получается каркасная конструкция. Самые грани, сохранившиеся до нашего времени европейская арфа, датируются в XIV веках. Это так называемая арфа Брайна-Кору или арфа эстримити-полюша по месту хранениям. Более ранних музыкальных инструментов и их фрагментов неизвестно, однако изображения рамочной арфа встречаются значительно раньше XIV века. У исследователей нет единого мнения относительно родины европейской арфы, но существует несколько предположений. На основании прочей литературы мне удалось видеть три географических региона, которые на сегодняшний день презентуют на эту роль. Это Шотландия, Ирландия и Иггерия Карла Великого. Именно здесь это часть наиболее ранние изображения этого музыкального инструмента. Аргумент в пользу Шотландии – это изображение треугольной арфы на так называемых пикских камнях, каменных стелл с лепой, встречающихся здесь начиная с VI века. Ирландский аргумент – это ирландские каменные кресты IX-X веков. И Каролинский аргумент – это большое количество изображений треугольной арфы в утромской пасалтире. Особое внимание стоит обратить на 83-й лист, где изображены три музыканта с каким-то ударным инструментом, арфой и ирой, что показывает, что миниатюрист намного типа этих струнущих полуинструментов – и арфой, и ирой. Кроме того, раннее изображение треугольной арфы известно на одной из картинных пластин от Перехода в Салтере-Дарвах, другого королевского москрипта, хранящегося в национальной глиотеке Австрии, в то время как пастинный пластин находится в Урре. Итак, как я ранее говорила, по мнению исследователей, именно с девятого века в миниатюрах рукописи Верховца Леравида все чаще направляется европейская рамочная арка, а не лира. И в некоторых случаях рама этой арка оборудовается или группу кусающего друг друга животных. Самый ранний патронный пример относится к девятому и к десятому веку, но в то же время он и самый спорный. Сейчас на экране, сделанной на основании миниатюры аромы саксонского москрипта и собранного рисунка, сделанной на основании миниатюры и москрипта и собранного морда Коттена. Весь частично сгорел во время пожара, в его библиотеке и миниатюры сильно пострадали, поэтому это изображение может считаться первым нашим рамочным рамочным словом. Однако, если этот рисунок соответствует действительности, мы можем наблюдать ту же структуру этой кода, что на округленном городской области, то есть в почве двух животных, одна из которых держит во рту другое. В более поздних миниатюрах замордные элементы в оформлении музыкального инструмента соля Тарида встречаются довольно часто. Это пример XI века, это псалтырь Хантер XII века, здесь даже две главы животных, вот здесь, вот здесь. И вот примеры XIII и XIV веков. Почему же инструмент царя Давида имел заморозку Дарькова? Покупая далость бы найти веки Портизы на этот счет, уже упомянутый здесь Робский Миллер считает, что возможно, заморозные элементы, которые, кстати, иногда привязаны не только на арку, но и на кресле, по этому стиху Давида, могут быть связаны с историей его юности, символичной победой на Дарькову. Однако объяснение может быть и более прозаическое. Например, Стивенный пресс указывает, что в лице книги XI века XI века записаны загадки, которые, видимо, играли при дворе. В них различные музыкальные инструменты описываются так, будто это люди или животные. Соответственно, почти отгадки должен был быть назван друг или иной инструмент. Теперь вернемся к нашим вкусам. Помимо такого видя двух заморозных резных голов, которые, на мой взгляд, могут быть заимствованы за годные робы, они украшены еще и несколькими граффитами – двумя зверевыми мордами на лицевой части окрытка и по позиции с соскарившимися львом и птицей на дне. Публиковавший эти гусы Елена Александровна Рыбин считает, что эти граффити являются своеобразным подготовительным рисунком «Крестный морган драконов» вместе обладаетесь в граффити, и что, в принципе, это такая проба пиромастера. Однако, на мой взгляд, дело могло обстоять противоположным образом. Так как в граффити выполнены значительно менее умел, чем эти бабы, я считаю, что они могли появиться не только после резного декора в процессе создания предмета, и были выполнены не профессиональным мастером, резчиком от тех гуслей, а их хозяином, получившим свой заказ. А теперь попытаемся мысленно перенестись в ситуацию в начало первой половины XII века и распроигрывать ситуацию этого заказа и пожелания заказчика. Естественно, помнишь, что это всего лишь одна из возможных гипотез. Предположим, что покой-то наоборот и захватил себе красивые гусли, такие изысканные, как у царя Давида. В качестве шума мы можем даже представить, что именно так и сформулировал свой заказ. Зная, как сильный контакт в новгородах с Европой, нет ничего удивительного в том, что исполняет этот заказ мастер за качество ориентира западной прописки музыкальной инструмента, который мог ознакомить ему как миниатюром, так и по самим бытовавшим примерам. Получив свой заказ, знай, усть ли артопома его собственными изображениями. На лицевой стороне, который он нарисовал еще двух драконов, а на дне, который не видно слушать левоприную игру, изобразил его позицию из дворей птицы. Интересно, что именно эти персонали управляют царя Давида в релье и храм покрова на нерве. И, вероятно, это был не единственный подобный пример, потому что до нашей релье дошел к рекламе. Таким образом, дополнил свой инструмент в этим графике, наш заказчик психологически еще более приблизил себя к своему герою. В то время как самого царя давели в качестве кумиров, немного вполне естественнее. И в древней русской традиции именно густная группа в роли воспринятых библейского царя, которая в западной грабейской средневековье досталась в арте. А значит, каждый русляр не мог чувствовать свои связи с самым интересным библейским музыкантом. Спасибо за внимание. Спасибо большое.